Приветствую вас, друзья! Это канал Откровения, канал о вере в Иисуса Христа и в Его спасении. Мы живем в удивительное время, когда восхищение всех, кто во Христе, может произойти в любой момент. Такого времени не было раньше. И таких событий, которые мы видим сегодня, не было раньше. Потому что по многим признакам можно видеть, что приблизилось время начала последней 70-й седмины. Какие события мы видели? Совсем недавно была пандемия, захлестнувшая весь мир. И были прививки, якобы защищающие от болезней. Сегодня эта проблема практически исчезла из информационного пространства. Но в информационном поле появилась новая, локальная война на европейской территории и угроза Третьей мировой войны. Об этом признаке своего скорого Второго пришествия Иисус говорил так. «Услышите о войнах и о военных слухах. Этому надлежит быть прежде». Сегодня, наверное, главное место в информационном пространстве занимает эта война и военные слухи. Почему данные события могут быть началом 77-й, последнего этапа этого мира в том виде, в каком он существует сегодня? Ведь можно сказать, что в 20-м веке были и более страшные эпидемии. Например, Испанка, унесшая около 100 миллионов человеческих жизней. Были две мировые войны, унесшие вместе около 100 миллионов человеческих жизней. Почему именно эти события можно воспринимать как предвестники начала 70-й седмины? Почему ими не могли быть события начала 20-го века, Первая мировая война, Испанка после нее, потом Вторая мировая война? Почему не тогда, а сейчас мы можем с уверенностью говорить, что Господь близко, что время Его пришествия и время восхищения всех, кто во Христе приблизилось? Об этом мы тоже можем прочитать в 24-й главе Матфея, где Иисус отвечает на вопрос учеников «Когда это будет?» И какие признаки Его пришествия и кончины века, то есть кончины мира? На этот вопрос «Когда это будет?» Он отвечает, начиная с 32-го стиха, и показывает главный признак времени своего Второго пришествия и кончины века. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все это, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Смоковница в Писании символизирует Израиль. Так, все мы помним рассказ, когда Иисус, подойдя к смоковнице, не нашел на ней плодов, а только одни листья, потому что еще не время было собирать плоды. И сказал, да не будет от тебя плода вовек, и смоковница засохла. В символическом смысле это могло значить то, что Израиль отверг своего мессию, потому что тогда еще не пришло время плодов. И засохшая смоковница символизировала то, что Израиль как государство перестанет существовать. Что и произошло в 70-м году первого века. Иерусалим и второй храм были разрушены римлянами. О чем сказано и в пророчестве Даниила о 77-х для Израиля, что по истечении 62-х седьмин, а в сумме 69-ти седьмин, предан будет смерти Христос. И не будет. Отчет седьмин прекратится на время. А город и святилище разрушены будут народом вождя. Иерусалим и храм были разрушены. И Израиль как государство перестал существовать. Но говоря о последнем времени, о том, когда это будет, Иисус вновь говорит о смоковнице. Смотрите на смоковницу, на Израиль. Когда ветви ее станут мягкие и пустят листья, то знайте, что близко лето. Близко время моего второго пришествия и кончины века. Израиль как часы Божии. Иисус говорит о том, что когда Израиль вновь станет государством, когда смоковница пустит листья, речь опять еще не идет о плодах, то есть о принятии ими Иешуа как мессии, но когда Израиль вновь станет государством. Что произошло после Второй мировой войны в мае 1948 года? А юридически только через год, весной 1949 года, когда был сформирован Кнесет, Израиль вновь стал независимым государством со столицей в Иерусалиме. Но Иисус добавляет и уточняет, что с этого момента не придет и род сей, то есть одно поколение. Что может составлять 70-80 лет? Как все это будет? Что будет? Его пришествие на землю и кончина века. Вот почему события Второго пришествия Иисуса Христа не могли быть тогда, во время Первой или Второй мировых войн, потому что не было Израиля. А все события последней, 70-й седмины, будут происходить вокруг Израиля и Иерусалима. 80 лет с момента возрождения Израиля истекают в 2029 году. Но до этого должна пройти еще последняя, 70-я седмина, когда время церкви и время благодати для язычников окончатся, когда Израилю будет открыт Иешуа, как их мессия. В это время у смоковницы появятся плоды. Но если последняя седмина может окончиться в 2029 году, то начаться она может в 2022 году, весной 2022 года. И тогда произойдут описанные Иисусом дальше события. «Восстанет народ на народ и царство на царство», что говорит о мировой войне и о сопровождающих такую войну событиях. И будет мировой голод и морд, то есть глобальная эпидемия. Но прежде этого, по окончанию времени благодати, произойдет восхищение всех, кто пребывал во Христе, умерших и живых, всех, кто был един с Ним в Духе. И через это единство с Иисусом Христом стал един и с Богом Отцом. При подготовке последних нескольких программ мне как будто заново открылись слова из Иоанна 17 главы с 16 по 24 стих. Конечно, множество раз мы их читали и слышали, но они настолько важны для понимания. Слова, сказанные о духовном единстве, когда Иисус молился Отцу, «Они не от мира, как и я не от мира, да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино». Речь о всех тех, кто един со Христом, кто пребывает в Нем, чьи сердца открыты перед Ним, в чьих сердцах Он живет и царствует. «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едины. Слава, которая в Сыне, будет дана всем, кто един с Ним. Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино». То есть будут совершенны в этом единстве. Только благодаря духовному единству со Христом человек достигнет совершенства при восхищении. Как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». Так Иисус обещает в Откровении тем, кто своей верой и единством с Ним побеждает этот мир. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле Его». Те, кто не от мира, как и Он не от мира, те, кто живет с Иисусом Христом в полном единстве, будут восхищены и посажены на престолах до начала событий судов, описание которых начинается в Откровении с 6 главы. Так и показывает книга Откровения восхищения до этого, в 4 главе, после окончания времени Церкви. «После сего, вот, дверь, отверстие на небе». И голос, как бы звук трубы, сказал «Взойди сюда». И тотчас я был в духе. И дальше показаны все восхищенные, все, кто был един со Христом. Как Он говорил, «Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едины». И вокруг престола 24 престола. А на престолах видел я сидевших 24 старца, которые обличены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Только полное единство со Христом дает белые одежды. Только победа с Ним над этим миром дает золотые венцы. И, как Иисус говорил, «Хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою». Так и произойдет. Те, кто един с Ним, первыми достигнут совершенства и увидят славу Его. И будут присутствовать при торжественном событии, когда Агнец возьмет книгу своей грядущей власти из рук сидящего на престоле. И когда Он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали при Агнцам и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью свою искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». «Славу, которую ты дал мне, я дал им», — говорит Иисус, «да будут совершенны воедино». Единственный образ книги Откровения, где могут быть показаны все восхищенные на небо люди, все, кто во Христе, умершие и еще живые, это образ двадцать четыре старца, сидящие на престолах, число которых, как сказано в пятой главе, будет тысячи тысячи. «Слава за все нашему Господу и Спасителю, который по великой любви Божией, по милости и благодати искупил нас Богу, соделал царями и священниками Богу и Отцу Своему, и посадит на престоле Своем всех побеждающих, всех, кто един с Ним, всех, кто верил, всех, кто ожидал, всех, кто так любил». Что же Иисус говорит об этом в двадцать четвертой главе Матфея? Отвечая на вопрос, когда это будет, Он говорит об Израиле, что после Его возрождения не пройдет и род сей, одно поколение, как мы говорили, возможно, 80 лет. Но до этого момента Его пришествия на землю будут идти суды Божии, будет идти семидесятая седмина для Израиля и великая скорбь, которую Он сравнивает с потопом. Как было во дне Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, ибо как во дни перед потопом, ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ноя в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Этими словами показан принцип, что перед наступлением судов Божий, описание которых начинается с шестой главы Откровения, в мире еще практически все будет идти, как обычно, ели, пили, женились и выходили замуж. В другом месте сказано, покупали и продавали, садили и строили, до того момента, как вошел Ной и его дом в ковчег. В приготовленный заранее ковчег. Те, кто бодрствуют, кто пребывает в единстве со Христом, кто приготовил себя к этому, кто ждет и верит, будут взяты, внезапно восхищены. Карпадзо, внезапно похищены Господом. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелючи в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Когда тогда, когда все в мире, по большому счету, будет идти, как прежде? Да, сегодня идет война, но пока не объявленная и локальная. Да, для кого-то страшные трагедии, но весь остальной мир живет еще, как прежде. Сегодня еще идет время, услышите о войнах и о военных слухах. Но еще не время, восстанет народ на народ и царство на царство, что говорит о мировой войне. Как и откровение показывает выход второго всадника, о котором многие говорят, что он уже вышел. Нет, он еще не вышел. Мировая война еще не началась, потому что о втором всаднике сказано, и дано ему взять мир со всей земли и чтобы убивали друг друга. Так что восхищение, когда один берется, а другой оставляется, внезапное восхищение будет до начала всех этих событий, как было и в одни иное. Что же от нас требуется? И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Пребывать во Христе в полном единстве с Ним, в любви, вере и надежде, бодрствовать и быть готовым. Вот что требуется от нас сегодня. Иисус был распят в Песах, воскрес в праздник первых плодов. Еще сорок дней был на земле, и за десять дней до Пятидесятницы вознесся к Отцу, сказав ученикам, «Не удаляйтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». И на пятидесятый день после Песаха, в Пятидесятницу, праздник Шавуот, на апостолов его сошел обещанный Святой Дух. Может ли быть что-то подобное по времени с восхищением? Да, вполне может. Если Семидесятая Седмина, возможно, началась несколько дней назад, в Песах 2022 года, то восхищение всех, кто готов, тех, кто живет в полном единстве со Христом, может произойти до праздника Шавуот 2022 года. Я везде говорю «может» и «возможно», потому что только Господь знает наверняка. Но мы ожидаем веры и надежды, и мы готовы. Лето близко, время близко, Господь грядет, а нам надо пребывать с Ним в единстве, бодрствовать, ожидать и быть готовым. Все события показывают нам это. И то, что если Иисус был распят в Песах 29 года, первого века, о чем говорят раннехристианские авторы, то через 2000 лет, или через два пророческих дня, в 2029 году, Он может прийти на землю во второй раз. И в этот промежуток времени, с весны 2022 до весны 2029 года, может идти последняя 70-я седмина для Израиля. Время, названное «Великая скорбь». Время Церкви, время благодати для всех народов, которое идет между 69-й и 70-й седмином. Возможно, от Шавуота и до Шавуота, когда любой человек может по вере прийти к Иисусу Христу, по вере дать вселиться Ему в сердце свое, и быть спасенным по благодати еще живым. Скоро закончится. И те, кто будет оставлен для спасения, должны будут пройти через смерть за Слово Божие и за свидетельство об Иисусе Христе. Потому что время благодати окончится, и готовые будут восхищены, а неготовые будут оставлены. Время благодати окончится, и начнутся суды Божии. Время второго пришествия Иисуса Христа, когда Он явится для ожидающих Его спасения. Будем же пребывать в Нем, в единстве, вере, бодрствовании, ожидании, готовности и любви. Будем исполнять волю Его, чтобы получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. Лето близко. Восхищение и наша долгожданная встреча с Господом так близко. Будьте благословены. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова